В этом году более 1200 амортизированных светофоров с лампами накаливания были заменены на LED-освещение, что, безусловно, повысило энергоэффективность, а также усилило безопасность на дорогах. Ну а если говорить более точно, то на данный момент в Таллине заменены 1272 амортизированных светофора на 72 перекрестках. Причина вполне проста. Старые светофоры со временем становятся все хуже видны на дороге, особенно в темное время суток, и помимо этого они довольно энергозатратны. А с учетом того, что Таллин получил титул «Зеленой столицы Европы-2023», то, понятное дело, что нужно было найти какое-либо более энергосберегающее решение. И оно было найдено в виде LED-освещения. Мы взяли как приоритет за год заменить все старые светофоры, и это оказалось экономически выгодно. То есть, на самом деле, стоимость одного светофора при такой закупке оказалась гораздо меньше, нежели обычно мы их покупаем. И плюс, если мы посмотрим, сколько сейчас стоит электричество, то старая технология потребляла порядка трех раз больше электричества, чем новая технология. Но называть место, куда свозят старые светофоры эдаким кладбищем подобной техники, было бы преждевременно. Дело в том, что во многих муниципальных детских садах можно увидеть дорожки и площадки с дорожной разметкой, которые сооружены, чтобы помочь юным горожанам научиться безопасно передвигаться по столичным улицам и считаться с другими участниками движения. И вот тут как раз приходят на помощь утилизированные светофоры, которые в рабочем состоянии, и которые помогают детям лучше выучить правила дорожного движения. Если использование этих светофоров сделает кого-то счастливым, и если им есть применение, то, разумеется, это гораздо лучше, чем просто их утилизировать. К слову говоря, работники педагогических учреждений, в первую очередь детских садов, приняли такое предложение на ура. Это очень хорошая идея, потому что дети всегда любят по-настоящему играть, и настоящий светофор, который, если еще и будет работать, лучше не придумаешь. Тем более нам сделают сейчас разметку или навалицу сделают на площадке, и это будет прекрасное дополнение. Вот и получается, что город одной акции решает сразу несколько проблем. Таллин получает более качественные светофоры, детишки в детском саду овладеют более подробными знаниями о поведении на дорогах, а у фирмы, которой не придется утилизировать невостребованные старые светофоры, будет меньше головной боли. Все идет в дело, а не становится крупногабаритным мусором. Сергей Овченков, Март Эйнло, Новости Таллина.